Добрый вечер дорогие наши зрители! В эфире специальный выпуск посвященный проекту 16 польских историй ЮНЕСКО. Я Александр и расскажу о всех 16 проектах. Далее. Старый город в Кракове. Краковский старый город по форме напоминает слезу, на узкой части которой расположена резиденция польских королей, замок Вавель. Большинство из них покоятся в подземельях кафедрального собора, который расположен неподалеку. Здесь же похоронены выдающиеся деятели Польши. В центре старого города находится рыночная площадь, когда-то бывшая одной из самых больших площадей средневековой Европы. На ней возвышаются известные во всем мире здания. Среди них, Мариатский костел, с одной из башен которого каждый час раздаются звуки хейнала. Башни костела отличаются по высоте. По легенде, их возводили два брата, один из которых, не успевая за другим в работе, убил его. Интересные свидетельства истории Кракова находятся в подземельях рыночной площади, открытых для посещения туристов. Кроме того, на рыночной площади находятся сукинницы, суконные ряды, в которых, как и много веков тому назад, расположены торговые лавки. Стоящим вниманием местом также является старинный еврейский квартал Казимеш с синагогами и кладбищем. Могила известных цадиков и раввинов, место паломничества ортодоксальных евреев всего мира. Естественной границей старого города являются краковские планеты, парк, возникший на месте разрушенных оборонных стен. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.